Шалом. Написано в книге Куэллет. Ибо участь сынов человеческих и участь скотины одна и та же участь. Как тем умирать, так умирать и этим. И дух один у всех. Ибо нет превосходства человека над скотом, и все это суета. Слыша эту фразу, мы приходим к недоумению. Как мудрейший царь Соломон вообще мог сравнить человека и скотину? Царь природы, который разумом своим изменяет этот мир, улучшает этот мир, а иногда и уничтожает этот мир. Человеку, у которого есть право выбора. И скотина, которая идет за своими инстинктами. Здесь есть решающее слово, дамы и господа. Оно называется нет. Именно вот в этом слове нет заключается смысл всей этой фразы. Превосходства человека над скотом нет. Когда есть человек, но у него нет приоритета эгоизма в его жизни, в его действиях, в его общении. Как достигаю такого уровня? Это тоже слово нет. Оказывается, нет на святом языке эйн. Эйн – это Всевышний. Эйн от бельвадо. Нет никого, кроме него. Когда человек верит, что всем управляет Всевышний, и власть в этом мире единого Бога, он может достичь понятия нет. Нет. И тогда у него будет превосходство над скотом. Если мы возьмем дословно слово «скот», то действительно у скотины нет никаких понятий в праве выбора. Она действует с помощью эгоизма. Она не сопереживает боль другого человека. Это если буквально мы понимаем слово «скот». Но если мы берем слово «человек, который ведет себя как скотина», и скажем «превосходство людей, которые ведут себя как люди», над теми, кто ведет себя как скот, который не понимает, что такое эйн, он не понимает, что такое «нет никого, кроме него», и у него есть эгоизм. И этот эгоизм – это первое, что он ищет всегда. Он не переживает за других. Он переживает только за себя любимого. Если мы возьмем на святом языке слово «я», «они», то оно пишется «алиф нун ют». Если же мы возьмем букву «ют», маленькую-маленькую буковку, и постоим в середине слова, то мы получим слово «эйн». Нет. Так говорит 6-й Любавический Рэбе. Когда человек ставит себя любимого прежде всего, то вся его жизнь превращается в одну линию. И сегодня это очень актуально, дамы и господа. Этот мир, он непостоянен. Есть очень много перегибов, есть зигзаги в нашей жизни. То ты здесь, то ты здесь. И вот в таком случае, когда у тебя есть только «я», ты можешь не устоять. Ты можешь быть подвержен депрессиям, можешь быть подвержен настроению, потому что «я», обидели меня, я упал. И здесь нужно сделать простую вещь. На каком-то этапе своей жизни, и это никогда не поздно, нужно просто сказать «эйн од мильвадо». Нет никого, кроме него. Вот это слово «нет», оно центральное во фразе Соломона. Тогда ты можешь понять стих из книги Куэллетт совсем по-другому. Что действительно у нас у всех одна душа, у нас у всех одна судьба. Умирают и те, кто ведет себя как люди, умирают и те, кто ведет себя как скот. У всех один дух, одна душа. И человек должен в течение своей жизни раскрыть в себе вот этот великий дар, эту душу, частицу Всевышнего. Если она в нем не прогрессирует, а умирает в течение жизни, то есть человек, который живет, ходит, наслаждается, умирает и не оставляет после себя никакого следа. А есть люди, которые раскрывают на каком-то этапе вот этот великий дар своей души. Не надо тешить себя надеждой, что вот сегодня, завтра, через месяц мы освободимся буквально от понятия эго. Эгоизм – это то, с чем мы рождаемся. Это то дурное начало, которое есть у нас. И борьба с ним постоянно. Это состояние, которому нужно прийти. И оно не дается сразу. Мы медленно продвигаемся к освобождению от эгоизма. Понятно, когда есть серьезные испытания между быть человеком и быть скотом, мы выберем быть человеком. Но часто в жизни есть спорные ситуации, когда мы даже не задумываясь выбираем вот эту сторону животного начала. Для того, чтобы подготовить себя даже к маленьким испытаниям, каждое утро нужно ввести в своей жизни привычку. А привычка потом станет второй натурой. Класть монетку или банкноту в коробочку, которая называется «Купать сдока». Касса пожертвования или помощь. Что предназначается не для нас, а наоборот, мы как бы отрываем от себя и помогаем неимущим людям, поддерживаем проекты, которые распространяют в мире веру во Всевышний. Шалом шалом.